Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Мурат Женкёзов. С Днём Российской Печати! Уважаемых журналистов, работников печатных средств массовой информации Карачаева Черкесии с профессиональным праздником поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. Ваша миссия гораздо шире, чем просто информирование. Вы ярко рассказываете об успехах и достижениях земляков, их талантах, вносите вклад в укрепление мира и согласия в обществе, в сохранение языкового многообразия Карачаева Черкесии, сообщаете о важных событиях в жизни региона, откликаетесь на волнующие читателей темы. Отрадно отметить, что в век информационных технологий и цифровизации республиканские печатные СМИ идут в ногу со временем, используя новые форматы и инструменты работы, при этом остаются верны лучшим традициям региональной прессы. Высокий профессионализм журналистов Карачаева Черкесии подтверждают многочисленные победы авторов, фотографов и редакций в республиканских, окружных и всероссийских конкурсах. В этот день особые слова благодарности ветеранам отрасли и коллективам редакции, редакторам, ответственным секретарям, операторам ПК, верстальщикам, корректорам, водителям, всем, без кого не существовало бы качественной прессы. Желаем благополучия, неиссякаемой творческой энергии и дальнейших профессиональных успехов. Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике поздравили работников печатных и электронных средств массовой информации региона с профессиональным праздником. Журналистов поздравил заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Эдуард Чумаев. Примите искренние слова благодарности за плодотворное сотрудничество и объективное информирование жителей республики о деятельности войск национальной гвардии. Уверен, что мы успешно продолжим наше взаимодействие, обеспечивая принцип открытости, публичности и общественного доверия к нашей службе. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, интересных и ярких работ и неизменного внимания со стороны читателей, сказал офицер. В завершении встречи представителям СМИ вручили благодарственные адреса и памятные подарки. Как отработали стражи порядка в новогодние праздники? Об этом рассказал заместитель начальника полиции МВД по Карачаево-Черкесии Ануар Шаев. На территории Карачаево-Черкесской республики 430 сотрудников МВД во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, добровольными народными дружинами, казачеством приняли участие в обеспечении правопорядка во время новогодних праздников и рождественских богослужений. В мероприятиях приняли участие более 10 тысяч человек, жителей нашей республики. Полицейскими проведены предварительные обследования зданий, в которых проводились праздничные мероприятия и прилегающая к ним территория. Возле мест проведения мероприятий дежурили сотрудники полиции. Принятыми мерами нарушение общественного порядка не допущено. Также хотел бы отметить и активную работу подразделений ГАИ в эти дни. Несмотря на наше обращение в преддверии праздников ко всем водителям не садиться за руль в нетрезвом состоянии, но нашлись и те, которые проигнорировали наше обращение и сели за руль своих автомашин в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая окружающих, в том числе и себя, опасности. Таких граждан было задержано в нетрезвом состоянии за рулем своих автомобилей более 50 человек в эти дни. Сейчас о погоде на выходные. После продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok В Черкесске вручили удостоверение доверенному лицу Владимира Путина, участнику спецоперации, социальному координатору фонда поддержки участников СВО Защитник Отечества Замиру Гусову. Ему передал удостоверение руководитель аппарата регионального избирательного штаба Мухтар Алиев. На доверенных лиц возложена важная миссия вести прямой диалог с гражданами нашей страны. И мы уверены, что за мир достойно представит Владимира Владимировича, отметил Мухтар Алиев. Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Мы являемся связующим звеном между своим народом, народом своей республики и действующим президентом Российской Федерации. И хотелось бы сказать спасибо всем, кто помогает Росприроднадзора «Экология. Дело каждого». Поздравил школьника и вручил приз заместителя руководителя Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора Назир Нахушев. На награждении побывал и Алихан Лепшоков. Этот важный природоохранный проект был учрежден в 2021 году Росприроднадзором за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, посвященные сохранению окружающей среды, а также бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Заместитель руководителя Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора Назир Нахушев подчеркнул важность проведения данного конкурса для воспитания у молодого поколения бережного отношения к природе. Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в целях популяризации экологического просвещения, экологических знаний, различных проектов, инициатив, идей, направленных на охрану окружающей среды. В текущем году на рассмотрение поступило 78 работ из Карачаева-Черкесии, и одна из этих работ удостойна спецприза, обладателем которого стал Осман Маршанов из города Карачаевска. На зернах Ушев вручил диплом и специальный приз юному жителю Карачаевска Осману Маршанову. В своем небольшом ролике Осман продемонстрировал на своем личном примере, как сохранить природные ценности. Важно беречь природу, чтобы она не была грязной. Многие заводы и фабрики загрязняют нашу землю. Совсем скоро будет стартовать уже четвертый сезон конкурса, и возможно, что на этот раз представители нашего региона смогут получить призовые места. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести, Карачаева, Черкесия. В новогодние дни в зале Дворца культуры Черкеска встретили Рождество. В чудо рождественской елки окунулись воспитанники воскресных школ республики, дети из дома-интерната с заботой и специальной коррекционной школы восьмого вида, дед из многодетных семей. Мероприятие посетил архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Гостей праздничного мероприятия встречали персонажи из любимых мультфильмов «Карлсон», «Винни-Пух» и «Пингвиненок». В фойе Дворца культуры организовали тематическую фотозону в стиле щелкунчик. И взрослые дети прочувствовали новогоднюю атмосферу, попав в сказочный мир праздника. Затем всех пригласили в Большой зал на праздничное рождественское представление. С хорошим настроением, ждем позитива и всего самого хорошего. Ждем красоту. На то Новый год и создан, чтобы волшебство становилось реальностью. И возраст этого совершенно не зависит. Спасибо большое, что даете возможность полностью ощутить этот светлый праздник. Хочу пожелать добра, чтобы все трудности вы преодолевали вместе со своими родными, чтобы всегда собрались в кругу светлой семьи, чтобы все было хорошо, чтобы настроение было хорошее. Сказка о спасении Нового года и елочной звезды, путешествия сквозь время и знакомства с разными жителями планет в исполнении артистов не оставили никого равнодушными. Главные герои увлекали маленьких зрителей и не давали скучать. Дети активно танцевали и помогали персонажам представления. А после все маленькие гости получили сладкие рождественские подарки. Как вам вообще эта новогодняя сказка? С каким настроением вы сегодня пришли? Очень хорошая, очень нравится. Мне нравится этот мульчик. Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт поздравил с Новым годом и Рождеством и святыми праздниками всех артистов и зрителей и жителей нашей республики. Выразил большую благодарность главе Карачаева Черкесии и мэрии города. Когда я пересекаю границу нашего любимого города Черкеска, сердце наполняется радостью особенно в этот день, потому что приезжаю сюда, чтобы поздравить наших детей, чтобы поздравить будущее поколение жителей нашей любимой Карачаевой Черкесии. Хотел бы сказать слова прежде всего благодарности руководству республики, руководству нашего города за поддержку инициатив, которые направлены на поддержание молодого поколения. Мы живем не рядом, а живем вместе. Одной большой, многонациональной, многоконфессиональной семьей. Каждый был рад окунуться в мир зимних чудес, добра и Рождества, чтобы сохранить их частичку у себя в сердце. Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести Карачаева Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова